Соединенные Штаты Америки ввели санкции против Северодвинской Звездочки. Повлияет ли это на работу Центра судоремонта? Сегодня оценку ситуации в эксклюзивном интервью нашему каналу дал генеральный директор Звездочки Николай Калистратов. Расширенный санкционный список опубликован на сайте Министерства финансов США 1 сентября. Как пояснил Николай Калистратов, у предприятия нет действующих контрактов с американскими компаниями и нет планов их заключать. Звездочка не владеет активами в США, не имеет счетов в американских банках и не кредитуется за границей. Наша корпорация объединенная судостроительная, она уже была под санкциями, а мы составная часть, к тому же 100%, мы прямая дочка этой корпорации. То есть санкции на нас были распространены и ранее. Поэтому я думаю, что у нас все будет хорошо, так оно и будет. Хотя, ну, где-то подстраховаться может и нужно. Кроме Северодвинской Звездочки в санкционном списке несколько десятков дочерних структур «Газпрома». В их числе «Газпром Медиахолдинг», куда попали и наши коллеги. Телеканал НТВ, ТНТ, спутниковый НТВ+, радиостанция «Эхо Москвы». Также санкции введены в отношении компаний, которые участвуют в строительстве Крымского моста и чешской автомобилестроительной «Шкоды». В списке есть фамилии членов крымского руководства и руководителей правительств провозголошенных Донецкой и Луганской народных республик. Продолжение следует... Продолжение следует...